Всем привет! Это Вован. Меня зовут Женя Троу. И мой друг саунд-продюсер, аранжировщик и композитор всех практически моих песен. А также мы вместе выступаем. Он выступает у меня на бэк-вокале. Дружим мы с Женькой уже лет 6, да? 6-5. Женя родом из Кирова, я сам родом из Перми. Познакомились мы в Кирове. Познакомились в Кирове, решили записать там одну песню и пошло-поехало. В итоге потом альбом, дальше больше. Потом Женя перебрался в Москву и вот мы благополучно открыли здесь студию. Там у нас Женя заправляет. Баян-мюзик-продакшн называется студия. Там мы готовим. Готовим узло? Готовим узло. Сейчас хотелось бы сакцентировать на моменте. Мы год назад сочинили песню. Называется песня Шагай. Стратегически мы ее как-то все время откладывали после всех веселых и так долго откладывали, что целый год ждали выхода. Плюс еще мы сняли на нее клип. Клип сняли в Исландии. Очень красивенная страна. В клипе сыграли я и моя жена. Главные роли сыграли. Мы сыграли такую любовную историю. Проезжего музыканта Плоседного и художницы исландской. Как мы в конце случайно встречались? Мы случайно повстречались на черном пляже. Там такие пляжи с черным песком. Очень красиво. Такое я видел только там и на Камчатке. Это вулканическая пыль, которая превращается в такой песок, абсолютно черный. Очень красиво. Так что смотрите обязательно этот клип. Слушайте песню. Песня очень лирическая и очень красивая. Называется Шагай. Хочется сказать, что режиссером и вдохновителем на этот клип выступил мой друг Денис Курочкин и его компания Inside Production. Он как раз уезжал туда в Исландию снимать. Ну какой-то у него был там коммерческий заказ. И он меня уговорил просто, ему понравилась эта песня, он уговорил прилететь нас с женой туда, чтобы... И говорит, давайте я вам сниму там клип. Я говорю, давай, сколько нам надо на это времени? Он говорит, ну чтобы посмотреть Исландию и чтобы снять клип так на лайте, ну дней четырех в принципе хватит. Да, и мы прилетели на четыре дня. Получилось все не на лайте, потому что мы одновременно восхищались просто этой колоссальной природой, как будто другой планетой Исландии. И между этим восхищением нам надо было еще делать работу. То есть куда-то приезжать, что-то доставать, запускать квадрокоптеры, играть что-то в кадре. Как только мы туда прилетели, мы поселились в лесу, в таких домиках туристических, и нас встретило северное сияние. Это была мечта моей жены. Она говорила, если я увижу северное сияние, я расплачусь. Было темно, я не знаю, в итоге расплакнусь, или нет. Но я точно сплакнул. Но это действительно потрясающе вот эти переливающиеся зелено-сине-фиолетовые какие-то вот это вот мерцания. А вы засняли это? Мы это засняли, но это у нас есть просто отдельные фотографии, материалы. В клип это не вошло, потому что это не входило в рамки сюжета вообще. Ну и там нужна определенная оптика, определенная выдержка, чтобы в темноте снимать. Но вообще просто сразу же встретила нас страна таким чудесным явлением. Для сентября это не слишком характерно, но вот нас Исландия побаловала этими видами. Потрясающие водопады гигантские, которые улетают в пропасть, и просто не видно, где они там падают. Вот эти водопады. Мы только с квадрокоптера могли наблюдать дно. Улетали туда в ущелье. Водопадами падали. Да, и я над этими водопадами играл на гитаре, пел. Так было замечательно, так здорово. Вообще самое лучшее видео на память, которое мы могли для себя оставить с женой, это, пожалуй, вот это видео в Исландии. Да, и спасибо Денису Курочкину еще раз за то, что он эту авантюру провернул и уговорил меня поехать этот клип снимать в Исландии. Про Исландию сказать. Мы снимали клип, и у нас с Денисом Курочкиным был замысел, что в конце, вот у нас там в конце собирается, она там, она художница, я музыкант, и я ей помогаю собирать двери на побережье. Она хочет нарисовать дверной проем, написать, так скажем, и в этом проеме, чтобы море здесь было. Я вижу, что она что-то там возится с этим косяком, я подхожу, как мужчина, начинаю ей помогать, мы ставим это дерево, и в конце мы... ой, дерево, двери. И мы должны были в конце еще эти двери поджечь. В конце еще должен был такой кадр быть, что горящие, типа, двери, тут, короче, и вода, и огонь, все вместе. И такая погода, представляете, случается. Я такого в жизни не видел. Не дождь, а как будто такое, как будто морость, которая вот так вот повисла в воздухе постоянно. Это не туман, это прямо морость, ты весь как бы становишься таким сразу моментально таким сырым, что ли. Но это не дождь как такового. У нас такой нету погоды, вообще такого не бывает. И вот мы не смогли поджечь эту дверь. У нас было три литра бензина с собой, у розжига сначала, потом бензина, мы не смогли ее поджечь в этих условиях. Как мы не старались, она у нас горела и тухла, горела и тухла. Плюс еще обработана была европейским материалом. Они у них, видимо, такие хорошего качества огнеупорного, что мы не смогли ее поджечь. Вот что значит природные условия. А потом оказалось, что если бы мы подожгли, и кто-то бы из местных властей заметил это, нас бы посадили в тюрьму. Короче, у них не категорически запрещается устраивать костры в Исландии. То есть железно бы закрыли бы, потом бы разбирались, конечно, но нам бы пришлось бы посадить в тюрьму. Либо штраф большой. Либо штраф большой. Но это уже после тюрьмы. Но в тюрьму бы точно закрыли. Это правда, это правда, да. И мы старались на пляже поджечь эту эту, а потом Денис подходит и говорит, слушай, ну только мы с тобой вдвоем знаем, что эта дверь должна гореть. Давай мы снимем так. Ну и мы сняли, что она у нас такая вот осталась. Вот историю вспомнил такой с клипа интересный. Лично по мне я слушаю много что, потому что у меня профессия такая. Ну то есть я стараюсь не отставать от трендов, все время слушать новое, и мне очень нравится. Допустим, многие жалуются, что типа вот новая музыка какая-то стала достаточно такая типа тупая и так далее. Я так не думаю. Потому что песни с матом были всегда. То есть мы в детстве слушали сектор газов тайком от родителей, потом была группа Ленинград, которую слушали все, а сейчас просто матершина, она в такой новой форме. Ну математ это не значит ведь тупость. Речь, наверное, идет о примитивизме, да, в некотором смысле. Ну примитивизме слов содержания, может быть, музыкальном, каком-то примитивизме. Мне кажется, это обусловлено все-таки количеством информации. Настолько много стало музыкального контента, все выпускают музыкальный контент, и на этом фоне все равно гораздо чаще вылезает так называемый ширпотреб. Ты хочешь сказать, что музыка стала фастфудом? Да, но это более качественный фастфуд стал, чем он был раньше. Есть, да, музыка фастфуд, и, мне кажется, фастфуда раньше было меньше. Меньше было потому, что это, знаете, как в сравнении, вот раньше, когда только на пленку снимали, снимали качественное кино, когда появилась цифра, стали снимать все, что можно снять, потому что пленка не заканчивается, можно все стереть и заново снимать. То есть момент, может быть, в целом момент такого ценности, вот как бы как такового шоу, но, вы знаете, как бы песни там и проекты однодневки, они так и остаются однодневками. Они там могут быть хитом там на сезон, и потом пропадают. А все, что качественно, классно, все, что сделано с совестью, все остается. Я ни в коем случае не упрекаю вот эти вот, так скажем, произведения фастфуда, потому что нужно, людям нужно и то, и другое. Нужно иногда быстро на ходу перекусить, а иногда посидеть в ресторане. Вот так я считаю. У нас есть такие эксперименты, которые стали очень успешными. По звучанию мы их специально делали такие, как это сказать, ну просто на прямой бочке танцевальный ритм, очень-очень такой простой, не слишком замороченный по музыке, но чтобы голова сама по себе двигалась, чтобы это работало на каком-то вирусном и гипнотическом уровне. Это мы написали по такой формуле песню «Зажигалка» и песню «Малая сияй». Между тем еще такой гениальный шаг был сделан. Мы составили эти песни с использованием самых трендовых слов на данный момент. То есть мы посмотрели в чарте там 4 одновременные песни со словом «Сияй». Есть такое популярное слово, что все сейчас называют «Малая». Там девушку свою называют «Малая». Я такой придумал, а почему бы не сделать песню «Малая сияй»? И еще туда напихал разных слов из разной музыки. Я думаю, что те артисты, у кого я позаимствовал какие-то словосочетания или словечки, я думаю, что их это только порадует. Это не было чистым плагиатом, это как раз, ну тут как раз ребус в томе интересен, что я составил новый смысл на старых словах таких. Точнее, на трендовых словах, но уже существующих. Вот, это очень круто у нас работает. Я думаю, что скоро будем ждать «Зажигалку 3», так скажем. Есть первая песня «Зажигалка», вторая называется «Малая сияй», но между собой мы называем «Зажигалка 2». Обязательно что-нибудь сочиним в этой серии. Потому что «Малая сияй» на данный момент, именно самый массовый охват у этой песни для нас произошел. Она у нас в чарте стабильно находится на 50-х позициях. Мы ничего для этого не делаем. Людям просто хочется ее слушать. Людям весело, нравится. И чем больше людям нравится, чем больше людей это слушает, это нас вызывает определенный азарт. Как показывает опыт и практика, что людям нравится то, что попроще, под что можно танцевать. Ну, чтобы отключиться и просто послушать. Когда ты им даешь что-то сложное, интересное, они не понимают. Они не выкупают. И поэтому, например, песня «Малая сияй» и «Зажигалка» это как раз можно сравнить по восприятию, ближе к моменту усваиваемости, ближе к фастфуду. Но мы не забываем как раз про эстетскую, такую интеллектуальную музыку, которую очень тоже нам интересно делать, выпускать и доносить до людей, для кого это интересно. И как раз вот песня «Шагай» — это как раз та взрослая, замороченная по аранжировке, гитарная, лирическая, такая душевная композиция, которая, возможно, в массовом варианте так не зайдет, но зато каждый, кто ее услышит и кто ее оценит, найдет в себе отклик однозначно. «Малая сияй» написано без запятой, потому что название песни — это, как правило, тег. И в теге в этом должно быть ничего лишнего. И часто выпускаются знаки припинания, иногда они выпускаются. Например, вот мы когда составляли, когда я составлял альбом «Женщины.свобода» назывался он у меня, там я нарочито поставил точку. Потому что «Женщины.свобода». По-моему, называется так альбом. И в этом есть смысл. А в «Малая сияй» присутствие запятой необязательно, потому что смысла нет. И так понятно, что это обращение, и что нужно «Малой» делать — «Сиять». Я вот в данный момент недавно вышел в альбоме у Сереги «Пицца». Это мой друг хороший, группа «Пицца». Друзья и его окружение, мы все много общаемся. Я очень восхищаюсь его творчеством. Это музыкант с большой буквы. Это вот как раз тот случай. Он делает достаточно замороченную такую музыку, интересную, качественную, на высоком уровне. И вот сейчас у него вышел альбом новый, я его слушаю с удовольствием. Вообще, очень уважаю Макса Коржа. «Моргенштерн» мне нравится. Но при том «Моргенштерн» мне нравятся не современные вот эти... Как это называется направление? Ну, не знаю, типа трэп, что-то такое. Трэп, наверное, да. Ну, вот «Моргенштерн», наверное... Это про последние все работы, да? Про последние работы он ушел в сторону... Вот этот «Биг Бэйби Тейп» еще, это как вот это направление тоже называется? Ну, вот это вот «Биг Бэйби Тейп», потом «Моргенштерн» взорвал, по-моему, еще сильнее, чем «Биг Бэйби Тейп». Но у него, у «Моргенштерна» еще до этого выходил альбом, назывался «Улыбнись» таким солнышком. Мне вообще очень вкатил. Я редко добавляю много композиций из альбома, я там добавил, наверное, штук пять. Они в другом стиле совершенно, но мне это прям очень нравилось. На тот момент вот он так не взорвало, как вот этой современной музыкой. Кстати, в последнее время я часто стал переслушивать Фредди Меркури. Особенно после того, как я посмотрел фильм, я стал его очень активно слушать. До этого, то есть, мы все слышали эти треки, но я как-то так, знаешь, не фанател. А вот после фильма я зафанател и часто переслушиваю его. А вообще, в целом, у меня, блин, до весь топ я слушаю. Сэм Смит очень сильно нравится из «Иностранного». Нравится... Ну, мне вся новая рэп-школа американская нравится. Дрейк. Прикольно, да. Трэвис Котт. Очень классный недавно вышел альбом. Мне очень нравится сингл «До мурашек». Не помню, как это у них такое название группы. Тонир и... Томча. Тонир и Томча, по-моему. Тонир и Томча, по-моему. Вообще, прям слушаю постоянно. Чтобы не видеть ребят, может, неправильно сказали. Да, респект вот за эту конкретно песню «До мурашек». Очень понравилась. Хорошая песня, да. Да, у меня есть такая песня. Мы недавно ее выпустили. Это как раз предпоследний наш релиз «До малой сияй». Мы выпустили песню под названием «Папина машина». И там припев поется такой вот «И мы ебаемся без говена». Вот такое вот начало припева. И нам многие говорили, что можно было заменить, что-то сделать более аккуратное. Но оно вот так пришло, и мне кажется, что из этого как бы из песни не выкинешь. Иногда песня рождается как что-то такое животное, интуитивное и не нуждающееся в коррекции. И вот я посчитал, что «Папина машина» нельзя менять припев, потому что он у нас такой... Автор так захотел. Да. И это дело вообще не в хайпе. Дело не в хайпе. И вообще смысл, который я закладывал в эту песню, это не то, что на поверхности. Вряд ли ее кто-то прочитает, этот смысл. Но суть... Может, расскажешь? Суть смысла песни «Папина машина» — это наша работа на студии. Когда мы тратим свое время, силы и работаем с этим... То есть смысл в том, что это любовь не к женщине, а к музыке. Ну, как, да, такая параллель любовь к музыке и занятие чем-то любимым делом, как секс. Ты секс без презерватива. Секс с музыкой без презерватива. Начистою. Да, и поэтому эта песня такая получилась, и мы не хотели их импонуть. Она не сильно у нас зашла в массу, так скажем. Просто ее какие-то отдельные люди для себя там отметили, взяли на заметку и слушали. И если ты с матом выпускаешь песню, это не значит, что ты на этом хайпанешь. Но особенно, наверное, это касается меня. Потому что у меня много детской аудитории, много аудитории мамочки с детьми, папочки, которые, наверное, не сильно поняли этот мой релиз. Но мне все равно, потому что здесь я все-таки выступал как творец. Ну, это настолько уже сейчас тоже такой фастфуд огромный, что сейчас, мне кажется, что с матом, что без матом, настолько уже привычно, что не удивить. И особо, наверное, не хайпанешь. Мне кажется, наоборот, лучше без мата что-то интересное придумать, чтобы хайпануть. Ну да. А лучше не хайповать, лучше делать. Попизделали ботинки, в рот я булочку кладу. А ты знаешь, в последний момент поменять направление вектора. Я вот что, если что, да? А кто-то, кстати, по-моему, такую песню сделает. Сделал же, да? Уже кто-то сделал. Тогда не будет. Владимир, актер или музыкант Вован. Я себя, скорее, называю артистом. Ну, то есть, это все-таки всеобъемлющий более термин. Я вообще очень сильно побаиваюсь актерской специальности, особенно театральной. Мне довелось однажды работать год в театре, хотя я был уже популярный. Я это просто прилетал в театр, играл, смотрел на жизнь актеров и вообще, как они чем занимаются. Я бы так не смог, ну, то есть, приходить как на работу в 9 часов утра зачем-то в театр, если ты даже, у тебя сегодня репетиции нет. Для меня это вообще странно. То же самое со спектаклем. Но у них там своя дисциплина, у них там свои премии, авансы и все остальное. И вот это театральные подмостки, сцена без окон и без этого, меня немножко это давит. И в студийной работе я тоже это сильно, не очень сильно люблю, что нет окон. Короче, есть такая мечта, чтобы у нас была студия где-нибудь в горах, наверху, с панорамными большими окнами, чтобы мы смотрели просто на такую тропическую морось. Например, если дождик на улице, да, ну как раз, чтобы не загорать, можно дома насидеть, заниматься музыкой. Не хватает пространства уличного. Пространства уличного не хватает. И то же самое вот в театральной работе, сидеть что-то, просиживать, короче, эти пыльные костюмы и все остальное, нет. Это, пожалуй, не мое, да. Но вообще, ну как актерская специальность, я знаю, что у меня есть такой талант. Просто я его тоже стараюсь развивать параллельно. Последнее время за это взялся. Хотя по большей части сейчас работаю и позиционирую себя как музыкант. Но обязательно, обязательно, совсем скоро где-нибудь буду появляться на экранах в кино. Музыка увлекся в институте уже. В курсе на третьем, четвертом, что-то начал подписывать рэпчик. Я очень часто от этого отходил, как бы там появились... Это всегда было для меня хобби, музыкальная сфера. И вот буквально, наверное, только года два-три назад я понял, так, все, ну надо выбрать для себя приоритет. Надо уже двигаться ты, либо там двигайся в актерскую тогда среду, или музыкальную. И я двинулся в музыкальную, потому что здесь я, во-первых, представлен сам себе. То есть здесь нет надо мной продюсеров, режиссеров, каких-то оценочных суждений, так или не так делаю. Я выпустил, я бы либо там с этой песней попал, либо не попал. Это уже абсолютно моя ответственность. И тогда я принял для себя решение, что вот делаю ставку на музыку, и сейчас плотно занимаюсь этим. Вот мы так постепенно развиваемся, двигаемся. Вот, а в плане актерства... Я думаю, что все, наверное, подумают, что ты, то есть, поснимался в сериале, немножко начал петь. И то, что у тебя, то, что ты Вова Селиванов, из-за этого стрельнули твои треки. А, я понял, да. Но это совсем не так, расскажи, это долгий путь. Достаточно долго я, на самом деле, шел... Пять лет, по-моему, да? К этому, так скажем, признанию, что ли, да? И поиски. Было очень много поисков, на самом деле. Ну да. Очень много песен выходило. Ну не очень прям много, но мы выпускали песни. Выходило много песен, а сколько еще не выходило. То есть материала очень много. Мы выпускали песни, и пока не нашли, пожалуй, вот этот вот формат зажигалки, который просто, ну, массово просто всплыхнул, так скажем. И все оценили. И сразу же начали говорить о том, что, о, Вован поет, разве Вован поет? До этого прошел я достаточно долгий путь. То есть я достаточно долго, лет 10 занимаюсь музыкой. Там как хобби или никак хобби, не важно. За это время я научился там играть на гитаре немного, на барабанах. И, конечно, этот пульт развития, он продолжается, он бесконечен. Но, тем не менее, это не момент хайпа, что, типа, Вован, я и так популярный сериал, и сейчас дай-ка я попишу еще песенки, и это мне сработает на руку. Вообще параллельные две истории. Совсем никак на меня не сказывалась, ну, моя популярность на телепространстве никак не состыковывалась с музыкальным творчеством. То есть для этого пришлось доказать, что я музыкант. И тогда люди просто сказали, что, а, он еще и музыкант. Не было такого, что, типа, люди, дайте его будем слушать, потому что он актер сериала. Люди слушают музыку, потому что она им нравится. Поэтому надо в первую очередь тут быть честным перед собой, перед людьми. Вот сейчас все чаще начинают там петь, подпевать зажигалку, или малая сияй, или там подходить и говорить, о, смотри, когда мне жена звонит, смотри, что ты там, Люба, позвони. Люба ему звонит, и не очень начинает играть «Вредная привычка». Моя песня, сколько-то уже, лет, наверное, пять этой песенки. Очень крутая песня, такая лирическая. Да, тоже с Женей мы сделали. Вот «Вредная привычка» у нее играет. Она говорит, вот видишь, на звонке от жены стоит твоя песня. Очень приятные такие моменты, да. И все больше, больше, больше людей все-таки вот именно подходят, респектуют уже не за сериал, а за музыкальное творчество. Мы сняли полный метр «Реальных пацанов», «Реальные пацаны против зомби». Скоро он выйдет в кино, скорее всего, в ноябре этого года. Вышел вот не так давно. Весной показывали новый сезон «Реальных пацанов». И еще к следующему сезону «Реальных пацанов» мы пока не приступали. Ребята пишут, авторы. Написали 10 серий, надо писать еще 10. Наверное, в январе приступим к новому сезону. И, может, через год мы увидим это на экранах. А вообще еще важное событие, если уж говорить о «Реальных пацанах». 8 ноября 10 лет, как мы на экранах. Да, 10 лет. У нас юбилей. У нас юбилей. Вот, да, и мы продолжаем снимать. Снимаем и нравимся людям. То есть сериалу 10 лет? Люди подходят и говорят, пожалуйста, только не останавливайтесь. Мы хотим видеть, что дальше происходит с Коляном. А вот сколько за 10 лет сезонов уже было? Ой, я не знаю. В год по сезону, наверное. Я не знаю. Ну, в общем, мы сняли в целом 230-250 серий что-то такое за 10 лет. Но это не так много, на самом деле, для 10-летнего сериала. 230 серий, по-моему, да. Круто, что мы на экранах. Круто, что все еще у нас нуждается. Что мы существуем, есть и будем. В «Реальные пацаны» я никакого кастинга не проходил. На самом деле мы встретились с единомышленниками. Антон Зайцев такой гениальный автор. Он к тому моменту уже пописал сериал «Счастливы вместе», «Солдаты» еще какие-то. В Москве здесь поработал. И он тогда придумал этот свой сериал «Реальные пацаны». Другой Антон из Перми, Антон Щукин, автор сериала «Физрук», «Сладкая жизнь», «Ольга». Он Антону Зайцеву посоветовал на эти роли взять вот меня и Антоху. Мы с Антохой одногруппники. Мы все время двигались вместе. Выступали в пермском Comedy Club в свое время. И Антон Щукин, кто посоветовал нас, он как раз был нашим начальником главным в Comedy Club. Он говорит, попробуй этих пацанов. И не то, что там это кастинг был. Мы все, в принципе, были знакомы. Просто немножко так все в разнобое занимались юмором на своем уровне. Мы там в «Эвент-сфере». Они писали сериалы в Москве уже. И приехали в Перм. Режиссер Жанна Кадникова, это из КВН. Жанна со Светкой такие были в пермской команде. Вот черненькая такая, это наш режиссер. Мы в течение 3-5 дней сняли одну серию, которая у нас получилась 45 минут или там около часа. И тогда не было известно, куда это пойдет материал. Мы хотели вообще снимать это как интернет-проект. Он должен был быть пожестче, там побольше мата. И в первой серии, кстати, это видно. Но, в общем, мы сняли этот пилот. Ребята увезли его в Москву, там тестить, экспериментировать. И показали на ТНТ. И поговаривают, там аплодировали стоя. Продюсеры. Интересно. И сразу же сделали заказ на 50 серий. И вот эту пилотную серию, которую обычно переснимают, по ряду причин часто переснимают, меняют актеров опять же. Кому-то, ну, там продюсерам на телевидении, может, не нравится актер тот. Или там меняют режиссер, или там что-то, оператор. Разное. Здесь же вышло так, что все звезды так сошлись, что эта пилотная серия, она стала первой серией сериала. Ее просто с 40 минут сократили до 20. Ну, под формат уже телевидения. И дальше еще нам надо было снять 49 серий заказа первого. Мы сняли эти 49 серий. Все, вот с первым полтинником. Там его, по-моему, на два сезона поделили. Там 36 и 18. Ой, сколько там? 16 серий. 32 и 18. Что-то такое. И все. Никакого кастинга. Фактически, просто мы попробовали по фану снять пилот, который стал сразу же продуктом. И герои этого продукта сразу же закрепили, сразу и навсегда в сериале. Я вообще не люблю кастинги. Я сейчас как раз работаю над этим, чтобы именно психологически этот момент себе побеждать. И это прям с юности я приезжал поступать. Я учился в Институте культуры в Перми. Туда я поступил, потому что меня видел куратор, я ездил к ней на курсы и так далее. То есть я был подготовлен к профмастерству прохождения этого момента. А потом мы как-то после третьего курса ездили поступать в Питер с моим другом Стасом Пляшевым. Это Эдик у нас из сериала. Мы тоже одногруппники. Мы все втроем учились в одной группе. И мы поехали с ним поступать в театральную академию на разные-разные там курсы. Я вот помню тогда, вроде репетирую нормально, там стих, басню, прозу. Выхожу перед жюри, вот как вот вы сейчас сидите здесь. И все сразу же. У меня сразу же мысль на то, как я выгляжу, что он на меня так смотрит и так далее. И очень сильно отвлекаюсь от зерна роли, которую ты должен вроде как нести. И, в общем, кастинги не очень люблю. Очень мало их в жизни посещал. Даже будучи уже знаменитым, у меня за жизнь можно насчитать, не знаю, раз ходил 10 всего на кастинги. Это очень мало для актеров. Сейчас над этим работаю. Хожу на актерские курсы. И кое-что уже постиг, как это, в принципе, все можно побеждать. Нужно выходить пустым. Ну, ближе по мне, Инстаграм. Да, я, наверное, больше всего тоже провожу время. Я практически везде есть, но это, наверное, Инстаграм, да. Основное время. Я тоже больше всего провожу в Инстаграме. Меня совсем не бывают на Фейсбуке. Я там зарегистрирован просто потому, что он связан с Инстаграмом. ВКонтакте хорошая платформа для продвижения музыки. Там надо в первую очередь делать акцент не на личную мою страницу, а на группу. Группа ВКонтакте музыкальная. И ТикТок. Очень крутой инструмент, который сейчас появился. ТикТок. И та музыка, которая у меня именно залетает в ТикТок, которая по формату очень к ТикТоку подходящая, она одновременно популяризирует эту музыку и обеспечивает рост подписчиков. Например, с песней «Малая сияй» ко мне пришло полмиллиона человек как подписчики. В ТикТоке? В ТикТоке. У меня там на один из роликов «Малая сияй» порядка 13 миллионов просмотров. И каждый там ролик потом... Даже те, кто делали репост на этот звук, не репост, а как это, на этот звук «Малая сияй» снимали у себя. Я потом так анализировал, смотрю, там у людей подписчиков нет и по 50 просмотров на клипах. А именно вот на песню «Малая сияй» полтора миллиона. Там как-то агрегатор так срабатывает, что вот эта вот музыка, которая для ТикТока как бы соблаговолит, они начинают как-то, агрегатор сами начинают поднимать, двигать. Ну и, соответственно, мне это, конечно, идет на пользу. Поэтому «Малая сияй» благодаря еще и ТикТоку очень тоже хорошую популярность получила. Я использую ТикТок как инструмент для продвижения музыки, честно скажу. Я какое-то время снимал там вайны, какие-то юморы, но это такое сейчас засилие этих всех. Вот мне кажется, для любого исполнителя как раз ТикТок, Инстаграм — это неотъемлемая часть для продвижения музыки. Да. Чтобы донести до аудитории. Ну, Инстаграм — это по большей части все-таки как визитная карточка в наше время работает, как витрина, типа, показать человека, что он из себя представляет и чем занимается. А вот ТикТок — это инструмент, очень крутой инструмент для продвижения музла. Это я так вот использую этот инструмент. Мне чаще пишут по работе. Ну, вот нет, там нет особенно вспышки с новыми крутыми песнями, вспышки признания. О том, конечно же, популярный вопрос. Мы любим тебя. Популярный вопрос «Когда новый сезон?» Обожаю этот вопрос. Я не знаю даже, мне кажется, можно баннер какой-то вместо аватарки сделать сразу же «Когда новый сезон?» Или «Не знаю» написать. Очень много вот этого. Причем это происходит даже в группе ВКонтакте. Там музыкальная группа, и там очень много вопросов «Когда новый сезон?» Ну, в Инстаграме у меня 800 тысяч подписчиков, в ТикТоке почти 2 миллиона, миллион 900. Так хочется уже поскорее, чтобы эту планку добить до 2 миллионов. В общем, да, поэтому, конечно, есть кому там писать, есть что делать, но всегда нужны инфоповоды. Чем больше вопросов всяких директ, это в первую очередь связано с какими-то инфоповодами. Я очень рад, что этими инфоповодами основными становятся наши песни. Да, братан? Да, но у меня все-таки больше сообщений приходит по работе. Так как я пишу музыку, тем самым приходят заказчики и спрашивают, в основном это «Сколько стоит?» И какие ваши, типа, услуги? Следующий вопрос – «Сколько стоит?» «Сколько стоит?» Ой, ну мне кажется, что это как раз не лопнет, это следующий какой-то этап. К этому должно было прийти… Дом 2.3 Дом 2.3, да. К этому должно было прийти. Я вот почему-то не прогнозировал такую форму, но она вполне очевидная. Потому что блогеров становится все больше и больше. И часто коллаборируют эти блогеры. И иногда ты придумываешь вайны, и тебе необходимы для вайны, например, какой-то персонаж или кто-то, чтобы даже поддержал свет или камеру, или снял тебя. И это надо где-то встречаться, такие там тиктокеры где-то в авиапарке они встречаются, в торговых центрах еще где-то, ну, бывает. А тикток-дома предполагают для себя просто у тебя локации, где там живет сразу же несколько блогеров или встречаются, и которые эти коллаборации делают вот так вот, и все друг другу полезно и помогают. Мне кажется, если это все… А это в любом случае будет продолжаться, блогерская тема. Это только будет какие-то принимать новые формы. Возможно, будут уже их скоро сдавать эти… Наверное, так и есть, я не знаю. Так ведь, наверное, и есть. То есть можно, в принципе, построить какие-то локации, павильоны и сдавать их специфически под вертикальные видео, там, и сдавать их блогерам пожить туда, куда-то в лес можно уехать, там, лесная локация, какая-то городская локация в Москва-Сити, там, и так далее. Вот, это фактически просто удобство для блогеров, чтобы они там… Это знаете, как вот мы раньше ездили с КВНом, в общем, и у нас были такие сессии, когда прям, ну, спонсор сборной команды Пермской купал для нас профилакторий на какое-то там время, там, на неделю. Все жили в этом профилактории, это были чудесные времена. Мы там и развлекались, и кушали регулярно, короче. И в то же время были вот часы мозгового штурма, когда мы садились и придумывали этот юмор. И кроме как вот так вот собраться командой, изолируясь от остального мира, эффективнее ничего не было. Поэтому это, в принципе, продолжение такой же истории, просто коллаборации, работы совместной. Образование необходимо. Моя учительница по физике Елена Степановна так умела и интересно рассказать предмет, свою физику. Притом связывала это очень круто с какими-то сюжетами из литературы, например. Там есть такой сюжет, где Минхаузен сам себя достает за косичку из болота. И она говорила, такое возможно по жизни? Жизни нет, потому что это действие внутри системы. По физике это так называется. Когда ты действуешь внутри системы, ничего не происходит. А если бы кто-то достал Минхаузена за косичку, это уже возможно. И вот еще она очень классно говорила, что физика вам пригодится по жизни. Действительно, я хожу, я вижу физику по жизни и знаю, могу примерно рассчитать, сломается это, не сломается, упадет, не упадет, закипит, не закипит. Это очень помогает. Я вижу, как люди, незнакомые с этим, незнакомые еще с физической работой, может быть, это еще тоже связано. Но это комплекс какой-то должен быть. Там, если ты на сеновале сено не топтал, то ты вообще жизни не видал. Это просто же невозможно с какими-то косынками. Ты тоже делал это? Был такое, да. Допускали туда самых мелких на сеновал, чтобы утрамбовывать сено. Вот это от образования к сеновалу плавно перешел. Потому что это же обычно на чердаке было. На чердаке, чтобы на плаке. Они же невысокие, да. Мы там лазали, я весь, я помню, это просто потом из ноздрей, это всюду, вот эта пыль, сенная пыль, она просто везде от себя, просто ты ее выкашливаешь, весь чешешься, да. Вот так кайфово, незабываемо, и в то же время ты через эту физическую работу постигаешь жизнь. Ну и то же самое с образованием. Вроде бы, с одной стороны, эрудиция, да, ну то есть знать что-то, это не есть интеллект, это как бы одна из форм просто интеллекта, ну то есть это знание. Но с другой стороны, эрудиция это круто, ты можешь разговаривать с людьми на одном языке, какими-то терминами. Когда ты там человеку говоришь, я не знаю, а он это что, и, ну, эрудиция, ну, классно, мне кажется, это полезно. Ну, помимо просто эрудиции, в школе еще закладываются вот такие фундаментальные знания физики, математики. Математику с ней сложнее, я ее тогда знал, сейчас немножко формулы, там, я, конечно, забыл. В общем, если мне скажут разделить столбиком, надо еще посидеть. Но ты их забыл, потому что они тебе не пригождаются. Нет необходимости, да. Какие-то, конечно, знания, ну, немножко отсекаются, потому что в них нет необходимости, но их становление и работа мозга в те моменты школьные, там, института, они, конечно же, в любом случае отпечаток накладывают интеллекта. Отпечаток интеллекта. Вот. Образование необходимо просто. Как-то сейчас это обесценивают. Может быть, это делают специально. Может быть, нет. Ну да. Ну, в то же время я знаю много талантливых, необразованных людей. Ну, кто там, например, школу не закончил, таких даже у меня есть, или там в институте никогда не учился. А это, по-моему, вот сейчас все больше и больше появляется. Вот именно сейчас. Поэтому сложный вопрос. Сложный, да. Это больше тогда вопрос, может, даже не к образованию, а к моменту воспитания, становлению и саморазвитию какому-то. Саморазвитие, наверное, это очень вот важно. Мне кажется, в этом деле вообще главное, наверное, найти себя. Вот когда у тебя есть цель, ты находишь себя, идешь к этой цели, что-то делаешь. Да. Мне кажется, ты как раз и развиваешься, и пусть даже много чего, ну, многого не знаешь, но ты идешь к цели, и вот, мне кажется, это главное. Очень интересная мысль, потому что, да, люди есть некоторые, кто со школьных лет уже знает, чем они хотят заниматься в жизни. А кто-то не может до сих пор себя найти. Они могут даже не учиться в школе, но они целенаправленно знают, что они хотят, и двигаются туда. А когда ты знаешь, что ты хочешь, двигаешься туда, и в каком-то узком секторе добиваешься успеха, то фактически ты успех этот можешь уже распространить на очень многие другие сферы деятельности. Вот, поэтому очень важно порой, может быть, даже бить в одну точку и двигаться в одном направлении, а потом эти навыки применять в тех направлениях, куда ты захочешь, например, податься после. То есть, может быть, сейчас я очень люблю музыку, а потом я к этому охладею и скажу, что я хочу заниматься канадским кедром. Я не знаю, чего угодно, чем угодно. И я уверен, что музыкальные навыки, менеджмента, продвижения и всего остального мне в этом тоже пригодятся. А политики? Такие темы на стороне FM, да? Это же сторона, это же сторона, политика. Политика? Ну, вот, кстати, касаемо меня, я достаточно аполитичен, поэтому... Я считаю так, что политика — это очень такое хитрое дело, и постоянно в жизни что-то происходит, и ты постоянно будешь чем-то недоволен, недоволен властью, недоволен на то, что происходит в стране. Это будет всегда. Что там 20 лет назад, что сейчас, что 20 лет в будущем, через 20 лет. Ну, то есть, вот я считаю так. Все время будут какие-то проблемы, все время будет что-то не нравиться. Поэтому я стараюсь не обращать сильно на это внимания, и занимайся своим делом. За себя скажу, значит, насчет выборов. Я ни разу в жизни не ходил на выборы. Один раз я пришел в студенчестве, и то и то, что мне было прописано в Перми в тот момент. Мне не разрешили голосовать. И, в общем, да, больше ни разу. Тоже хочу сказать, что я политичен, и я все-таки за эволюцию, а не революцию. Все лишнее когда-нибудь отомрет, отпадет, отвалится, и новое на этом месте появится. И не надо форсировать, мне кажется, в любом случае. То, что происходит в момент какой-то стагнации, безусловно, ну, то есть, так скажем, старое, старое все. Но по-любому это все равно вся эта шелуха отваливается постепенно, старая кожа появляется на этом месте новая. Это я не говорю, что я никого не осуждаю и не обвиняю. Я просто говорю, что мы все костенеем со временем. Я точно так же костенею. Но я вот очень сильно тянусь к молодым. Мне прям интересно. Я с ними разговариваю на равных, не то что с высоты своего опыта. Мне правда интересна их идея. Я вижу среди молодых людей очень много новых идей. Мне хотелось бы порекомендовать просто правительству как можно тоже больше и чуть-чуть к этому направлять свое внимание, прислушиваться. Потому что все деньги ты все равно не заберешь, не заработаешь и не украдешь. А вот именно по-хорошему так вот добиться такого результата, чтобы к нашей стране было, чтобы опасности и страха от нашей страны еще как бы в нашей стране люди видели уважение. Это, конечно, вот это вот шаг. И чтобы люди наши, самые светлые умы, не уезжали, понимаете, сейчас отток просто самых умных людей, которые едут инвестировать иностранный бизнес. А патриотизма нет, потому что нам не обеспечивают безопасности должной. Нету должной безопасности в этой стране. Хочется поднимать патриотизм. Хочется, чтобы люди гордились своей страной. Чтобы не жаловались. Хочется эволюционного пути к этому. Чтобы не было оттяжки постоянно назад. У нас были такие тяжелые времена. Ну да, очень часто сравнивают с тем, что было, что есть. Да, да, да. Есть чем гордиться, но есть над чем работать. Очень много. Очень много аспектов. Я могу сказать, что появление ребенка сильно меняет отношения внутри семьи. Даже еще на уровне, на стадии, когда жена была беременная, я уже стал замечать вот именно женский инстинкт такого сохранения вот этого всего. И в том числе направленный даже где-то в какой-то степени с претензией ко мне, чтобы я тоже был тут, ходил на страже. Ну, такая интересная такая трансформация, когда вот, это особенно все-таки, наверное, касается женщины, когда из беззаботной легкой девушки такой, знаешь, человек превращается в такую, как это сказать, самку, самку, которая оберегает своего дитя. Вот. Это вот в целом то, что действительно меняют людей в паре. Не присутствие даже там штампов в паспорте, не количество прожитых лет даже. А именно вот когда ребенок, когда появляется ребенок, это немножко на другой уровень выходит отношение. Но мне повезло. Мы с моей женой такими являемся хорошими друзьями. И очень много у нас таких точек соприкосновения в плане творчества. То есть она тоже видеограф. Ой, не тоже, точнее. Она видеограф, снимает, что-то фотографирует. Творческая по-своему, пишет стихи. И мы, наверное, на этой почве где-то так вот в свое время и полюбили друг друга. В общем, дочери сейчас уже три года у нас. Она у нас умница. И много говорит. Даже присутствует на этой песне «Шагай». Она была как раз, были мы на студии вместе со всей семьей. Мы ее записали, как она там хихикает, что-то ли смеется. И прям так оставили в начале песни. Потому что песня такая получилась семейная. Там немножко, чуть-чуть подпела мне жена. Если прислушаться, там есть женский голос. Это вот как раз она подпевает. Клип мы сняли вместе. И вот даже нашу дочку записали. Так что двигаемся дальше, творим. Не забывайте, дорогие пары, делать что-то вместе. Это очень важно. Совместный труд, помимо всего остального, это цемент, который долгие годы будет держать вас вместе. Слеживается цемент, да? Цемент, конечно. С каждым годом все крепче и крепче. Конечно, все крепче и крепче становится. Под водой цемент, кстати, только 400 лет становится все крепче. А потом еще... В смысле под водой? Под водой специальный подводный цемент 400 лет застывает. И с каждым годом становится только крепче 400 лет. Не знаю, откуда я знаю этот факт. Ну вот эти сваи подводные. Кто это считал 400 лет? Кто-то посчитал уже, да? Ну, может, физики какие-то вычислили. Ты бы, если бы не музыкой занимался, а физикой, может быть, бы мне ответил на этот вопрос. Может быть, может. Да. Про бьюти-тюнинг я скажу так, что его почти всегда видно. И поэтому надо быть с этим аккуратным. Если нет никаких проблем, то не надо этого и делать. Мне кажется, все это делается только исходя... Ты прямо сказал мои слова. Ну вот и все. Просто исходя из каких-то действительно проблемных мест, частей там и так далее, это имеет место быть. Но когда нет никаких проблем, и люди просто начинают делать из себя другого человека, поверьте, все окружающие видят, что вы сделаны из каких-то других частей. И, кстати, девушки начинают становиться похожими друг на друга. Мало того, есть куча сейчас процедур, которые категорически нельзя девушкам делать до 40, например, лет. Потому что если они это начинают сейчас делать в 23, три, то от их кожи к 40 уже непонятно, что останется. С этим тоже надо правильно работать. Потому что бьюти-ателье, назовем это так. Бьюти-ателье вам, может, этого и не скажут, чтобы заработать на этом деньги, как бы сделать эту процедуру. А нам может быть противопоказанной, и показания только с 40 лет делать эту процедуру. Очень надо быть аккуратным. Ну, я не могу насчет этого рассуждать. Вот время покажет, может быть, кстати, и все нормально. А еще мне все гримеры, куда я не приведу, везде говорят, какая у вас замечательная кожа, какая у вас хорошая кожа. Представляешь? Комплимент. Она, видимо, у меня какая-то особенная. Поэтому я, ну, с этим у меня проблем нет. Я за этим вообще не ухаживаю никак. Так могу кремом иногда дать. Даже. Значит, как бы девочки вот так вот наносят крем, знаете, чем отличаются, да? А мужчина так вот. Вот так вот, просто стоп. Мазал везде и пошел. Ну, это природа, значит. Хорошо тебя сохранила природа, да? Ну, да, 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 да. Такая хорошая кожа, что природа решила еще волосы все убрать, чтобы показать, какая кожа, да? Но мне недостаточно. Мне кажется, их всегда будет не хватать. Ну, то есть мне лично для счастья, для нормальной жизни не так-то и много нужно. Ну, во-первых, фактор семьи очень сильный. Это очень большая статья расходов, если говорить так. Да, вот в этом и разница вся. А финансовая. А финансовая. Но и то можно, еще тоже можно жить по... Скромнее? Да, аскетичнее, так скажем. Ну, надо стремиться к большему, чтобы было еще, ну, еще шире поле, да? Во-первых. Во-вторых, очень хочется относиться к деньгам спокойно. Так хочется относиться к деньгам спокойно. И только когда они заканчиваются, ты начинаешь, ну, действительно, нервничать. Просто волноваться, где их надо, где их где-то брать. И поверьте, это не только бывает у среднестатистической семьи, там, например. У меня бывает то же самое. У меня вообще совершенно нет накоплений никаких. Вообще их просто не бывает. В общем, все, что появляется, ну, не знаю, можно там уехать отдохнуть куда-то. Или там на музыку, на клипы и так далее. Вот это всегда пожалуйста. Хочется относиться к деньгам как к инструменту, к определенному, для достижения каких-то таких своих целей, а не для того, чтобы, ну, чтобы на них есть. И кушать, конечно, тоже хочется. Вот не знаю. Понятие относительное. Да, да, да. Меня очень бесит непрофессионалы вообще. Непрофессиональное поведение на работе, на любой вообще везде, где бы то ни было. Или люди, которые занимаются там тем, чем видно, но они не хотят этим заниматься. И что они здесь просиживают штаны. Ненавижу вот это. Самая глупая трата своего времени и жизни – это заниматься нелюбимым делом. Очень бесит и… Может, что-то в себе. Вот у меня, допустим, есть много чего, что во мне бесит. Меня очень бесит во мне, что меня часто что-то бесит. Короче, моя раздражительность, которая с годами, она, по-моему, прогрессирует. Вообще всякая, по всякой мелочи. Кнопка не нажимается, что-то не делает. Строго начинаешь психовать. В детстве так спокойно к этому относишься. Я смотрю на свою дочь, которую кубики собрала, бах, их развалила, и смеется, и снова их собирает. Или случайно там что-нибудь она сделает. Я ей как бы даю манипуляцию к тому, чтобы она снова это делала. И она это недосадочно, типа, да блин, мне опять это найдет. Она просто спокойно идет и снова это делает. Так хочется вот опять вернуться в это детство, когда ты не заморачиваешься и не бухтишь, не раздражаешься по всякой ерунде и по мелочам. Это получается, наверное, вот эта крепость нервной системы, ее надо воспитывать. Сейчас, да, в данный момент, вот лично меня больше бесит что-то вот в себе. Потому что я как-то вот на окружающих раньше мог там, ну знаешь, вот человек тебе не нравится, ты бесишься, и из-за этого, ну как-то начинаешь нервничать. Сейчас я стал больше спокойнее относиться к всему окружающему, а беситься больше из-за своего внутреннего. А тараканов очень много. Бесят, короче, эти критики диванные, да, наверное, так их называют, или не диванные. Но вот эти люди, судьи, которые начинают высказывать мнение, и которые непонятно, как сами живут, по каким принципам, чтобы говорить такое мне, например, в тех же соцсетях писать. Ну, они даже не бесят, забавляют. Если честно, больше забавляют. Сколько раз мне писали, Вован, не пой песни, это не твое. Я захожу на страницу человека, она чаще всего такие вот люди, которые так пишут закрытые страницы, но иногда еще открыто. В общем, я не знаю, что их, как бы. Я-то знаю, что мое, там, петь или не петь, но как бы советовать мне, с чем мне заниматься, я, короче, вот, я не люблю советчиков. Вот, не люблю советчиков, я считаю, я сам не даю советы. Которые говорят, слушай, я знаю, что надо сделать. И как это сделать, да? Я сам не даю советы, пока меня об этом совету не попросят. Три пункта, что нравится. Сырники обожаю. В общем, люблю свою банду, в том числе, вот, Женя, Тру. И еще у меня есть несколько людей, таких близких друзей, которые еще и, ну, с которыми мы работаем, создаем что-то вместе. Сегодня я вот рассказывал про режиссера Дениса Курочкина, видеограф, Аньки Моджиной, привет, моя СММщица Анару, привет, это мой менеджер музыкальной части, Томми Генинг, короче, всю мою банду, друзей. Я вообще для меня никого не оставил, всех перечислил. Друзей, с которыми мы вместе делаем большое дело и которые еще являются моими близкими друзьями. Обожаю. Я очень счастлив, что у нас это совпадает. Да, я очень люблю музыку, музыка у меня на первом плане, прям просто обожаю жить без нее, не могу. То есть я могу отдохнуть, то есть бывает момент, когда мне просто надоедает, я такой думаю, все, не хочу заниматься, проходит два дня, и у меня уже ломка. То есть мне постоянно надо что-то придумывать, что-то делать. На втором месте это мамина еда, наверное, я так скажу, да. Я, то есть, живу не с мамой, поэтому очень скучаю по маминой еде и по маме. Кого я люблю? Вовку люблю, Вовку! Так, ну вот. А я третье, кстати, тоже, у меня еще есть один пунктик. Ну, я очень много всего люблю, но сейчас все в первое в голову приходит. Мне очень нравится путешествовать. Со своей женой, как раз Викой, ну, это лучше всего понял. Она достаточно такая авантюрная, любит приключения, и когда мы особенно еще до появления Евы, мы путешествовали на Бали, там ездили в Абхазию, еще куда-то, я вижу, как она просто как бы рвет и меня куда-то тащит за собой то в горы, то куда-то. Мне так это понравилось. Я потом уже сам стал кайфовать от путешествий, и до этого как-то очень путешествия для меня воспринимались как будто что-то нереальное. Ты как бы все время ждешь, ждешь, когда отправляешься в путешествие, ожидания всегда превосходили, само путешествие. Туда приезжаешь какой-то сонный, и как будто что-то все вот вокруг. Сейчас, я не знаю, либо повзрослел, либо вот действительно меня Вика этому научила. Я куда приезжаю, я сразу же впиваюсь своим вниманием во все окружающее, и стараюсь осознанно ловить вообще каждый, ну, какая здесь погода, какие здесь трава, деревья, как они отличаются. Я очень много в России повидал разной. Вроде Россия одна, а вот она везде разная. Башкирия одно, Урал другое, там Сибирь третий, хотя везде растет береза, понимаешь? Даже на Камчатке растет береза, только вот такая. Вот, и все это, вот эти все в нюансах, когда простегаешь, вообще очень сильно нравится путешествовать. Обожаю, это очень круто вдохновляет, вдохновляет, но не сосредотачивает это больше. Я там пишу очень много заметок, но так, чтобы вот там привести в порядок и целую песню написать, но это там не хватает в путешествии и времени. Но зато вот ты просто это все поглощаешь, поглощаешь каждый, каждый сделанный шаг на новом месте. Что это, я вообще не ожидал, что он такой... Ой, да, я вижу. Такой седоватый дядька, который, в принципе, как и сейчас, сидит за своим любимым ноутбуком и что-то там пишет и сочиняет. Я через 10 лет... Есть альбомы музыкальные, я уже признанный музыкант, выпускаю уже песни для души и ушел в сферу режиссуры. Продюсирую фильмы и снимаю кино как режиссер и как актер, возможно, там. Ну и вообще кайфую от жизни. Может быть, даже иногда зимой где-нибудь на Бали. Но вообще Россию очень люблю. О, у нас есть планы, которыми мы с вами сегодня делиться не будем пока. Потому что это... Вот когда исполнится, тогда вы снова нас пригласите к себе. И мы тогда исполним. Пока не перепрыгнул, не говори. Ну да, 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 да. Есть такой закон, лучше иногда... Ну, в дальнейшем планы просто выпускать музыку. Делать музыку, делать релизы и снимать клипы. У нас есть... Вот вчера мы буквально с Женей работали на студии. Мы подготовили две замечательные песни. Просто потрясающие. Самое главное, не обе подвижные, танцевальные, веселые такие. Так что их будем готовить. Самое главное в жизни это быть на своем месте, заниматься любимым делом и не растрачивать свое время понапрасну. Ну, в общем, не лгать себе в первую очередь. Это я вот опять же повторяю то, что первый мой пункт, чего я не люблю. Я не люблю, когда люди занимаются не тем, чем они хотят реально заниматься. Это же видно по глазам сразу же. Когда человек занимается тем, чем не хочет, то он несчастен. Действительно, да. Самое главное в жизни это найти себя, найти свое счастье, чтобы быть счастливым. Ну, это, наверное, и с любовью тоже связано. Счастье, любовь, любимое дело. Мне кажется, вот это главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!